здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица сегодня я отвечаю на ваши вопросы и видео это не совсем обычное не про сад не про огород а называется злые комментарии отвечая на вопросы блогеров которые только-только начали свой путь и которым сложно справиться с этой ситуацией бывает и такое отбрыкивалась как могла но прижали к стенке и в общем то такое написали письмо что отказать очень сложно я решила все-таки записать это видео хотя в сторону негативных людей я вдоха-выдоха не делаю не то чтобы там энергией обменяться вот но только все для вас если поможет напишите мне в комментариях хорошо или где-то опять же также в личном сообщении я начать хочу с того что поблагодарить своих зрителей прямо поклонилась вот тогда да только камера не позволяет потому что у меня они настолько светлые настолько добрые теплые люди что если какая-то злючка гадючка падает у меня там в виде комментария то она просто сгорает как в костре я думаю что злым людям людям даже неудобно наверное на моем канале потому что у меня очень теплые и замечательные люди наверное это происходит из-за того что я нигде не продаюсь не рекламирую себя это люди которые нашли меня со словами блин как здорово что я тебя нашла одну почему я тебя вот раньше там не видел да ведь что-то такое в этом роде поэтому все у меня как бы люди активные и в основном то конечно позитивные но бывает ничего него не говорю бывает но в любом случае спасибо вам огромное я вам очень благодарна и только для вас я и делюсь своим опытом а по поводу злых комментарий дорогие мои коллеги вот смотрите человек пишет вам просто какую-то несусветную гадость просто такие слова что да волосы шевелятся на голове а он что хочет этим сделать он хочет выбить вас из колеи он хочет чтобы вы перестали созидать и ушли в светелку плакать зачем он это делает вот сейчас прозвучит парадоксально но это происходит потому что человек хочет чтобы его любили чтобы его ценили уважали чтобы он хочет возвыситься над всеми ему хочется вот прямо прославиться чтобы все просто вот знали и поэтому он таким дурацким способом бегает по миру орет почему меня никто не любит чтобы вы все сдохли почему он так поступает но что такое ведь мы столько нормальных людей откуда взялась эта аномалия да дело в том что это уровень развития и вы ничего с этим просто не поделаете я ни в коем случае сейчас не оскорбляю никого не злых людей не полузлых никаких я хочу сказать что мы с вами здесь если на земле проявились и да то это означает только одно нам дан шанс эволюционировать нашей душе мы с вами не кожаные мешки с кровью и сме из с костями там и с мясом да мы с вами прежде всего духовные существа а то что вы видите вот это вот тельце это платьица да можно сказать это лишь всего лишь инструмент для того чтобы эволюционировать и как-то царапаться вот туда понимаете выше 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 и становиться лучше 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 процесс этот очень длительный и он можно сказать бесконечный он прекрасный только когда уже ты начинаешь немножко что-то понимать люди которые только в начале пути а мы с вами все на одной площадке кто-то ясли сейчас ходит кто-то седьмой класс а кто-то уже институт заканчивает поэтому относитесь к ним знаете как не свысока не надо их вот так вот знаете там получать можно конечно высказать свою точку зрения но вы огребете по полной программе еще и бонусов вам в карманы напихают это уже сто процентов поэтому вы просто станьте наблюдателем и смотрите если такое случилось говорите ну бывает отнеситесь с пониманием возможно вы еще и не так проходили этот урок понимаете возможно вы были даже еще и хуже в этой ситуации когда были на этом этапе развития поэтому отнеситесь просто с пониманием но связываться я вам с этим не советую потому что этот человек ничего не видит он через вот такую призму смотрит где все искажено зацарапано у него в ушах вот такие бананы он бегает по миру и царапается локтями толкается кусается и вот он свое счастье вот так вот выцарапывает и думает что так оно и надо пока на сегодняшний момент в реальной жизни уже все его послали по известному русскому адресу вот он сейчас пришел на эту площадку значит осваивать ее здесь здесь анонимно здесь хорошо можно разгуляться этот человек совершенно не понимает что для того чтобы быть счастливым нужно заниматься тем что тебе нравится и что ты любишь а он что делает он не хочет вообще палец а палец ударить он ходит и смотрит за теми кто делает то что ему нравится вот себе вручает скипетр одевает себе корону и казнит всех направо и налево направо и налево но просто выглядит как очень даже не очень да вот так вот если сказать мягко но мы с вами ведь не обязательно должны на это реагировать и так становитесь наблюдателем если вы это увидели и говорите бывает и все да просто проходите мимо не надо там строчить там что-то дает доказывать свою точку зрения вы этого человека не переубедите ни в коем случае можете конечно написать может быть как-то это слово и капнет там в его головенку но это еще произойдет не скоро вы скорее в себе скорее всего испортите себе настроение если будете ругаться то вы опутить опуститесь вот до этих вот низких уровней если лаяться с собакой то скорее всего вы кто собака только без хвоста без шерсти правда вот поэтому не нужно пожалуйста не связывайтесь youtube развернулся в сторону позитива как и вся планета земля может быть позже мы это заденем а почему я это говорю потому что смотрите раз дизлайки вы больше не видите хоть оставить их можете да и в них полностью исчезает весь смысл youtube youtube владеют очень умные люди понимаете они как бы понимают что они делают и почему они разворачиваются в этот позитив теперь вы можете не просто нажаловаться на человека вы можете просто на кнопкой взять и заблокировать его до или просто удалить комментарии то который вы считаете неприемлем и оскорбителем для вас или для вашего подписчика до который с вами общается и которому прилетела вот такая вот свинья какая-то ну вот в виде комментарии на голову вот друзья мои не переживайте о том что ваших подписчиков станет меньше вы поймите что у вас воздух станет намного чище если вы просто значит в надежде что у вас будет больше подписчиков просто проигнорируете вот этот откровенное хамство он подумает а никак со мной не реагирует сейчас я тогда пойду и начну значит оскорблять всех кто пишет ему что-то хорошо или есть что-то хорошо и это перекинется на ваших подписчиков и людям будет просто неприятно находиться на площадке где его вот так вот может могут оскорблять так что вы значит в этих случаях включаете директора и значит мягко но значит наводите там порядки и не значит хамство откровенные и негативные комментарии это две большие разницы откровенное хамьё которое залетела на канал как муха цц пачкает во всех видео оскорбляет это конечно да удаляем все остальное это просто негативные люди которые пока что еще тоже вот на каком-то на своем этапе развития и вы знаете это конечно же не оскорбление просто люди могут из негативного превратиться в позитивный через 2 через два или три видео понимаете вашего просмотрев это тоже такое случается просто человек пока не может справиться с какой-то со своей негативной эмоции вот он ходит и говорит ничего не получится у меня не получилось кто так строит да ладно да перестаньте уже в уши заливать там да в общем это не работает это тоже плохо да у вас все улитки съедят знаем знаем ваше мульчирование у вас неприродное земледелие и т.д. перечислять можно просто целую кучу кучи на конечно же я на такое просто никак не реагирую потому что злым комментарием я это не считаю я считаю что это просто человек негативничает и он выражает свою точку зрения люди вообще на вашем канале они ведь общаются некоторые даже сдруживаются там до чего-то обмениваются даже какими-то там адресами и телефонами им есть даже вот такие ситуации когда люди просто сдруживаются и пускай они меж собой конечно же общаются и оставьте вы пожалуйста мнение всех людей это они важны они нужны и этот человек может и поменяет мнение сейчас он одно говорит понимаете а через пять видео он скажет а надо попробовать а через год он вовсе изменит свое мнение и это нормально потому что все мы с вами здесь немножко растем эволюционируем я же тоже например могу от некоторых от своих слов в видео года два назад отказаться да если не потому что я тогда сейчас поняла что я ошиблась нет тогда это было актуально а сейчас нет например привожу значит вот это зеленое удобрение до из крапивы раньше когда только начинаешь заниматься природным земледелием она действительно хорошо помогает как азотистое удобрение в дальнейшем я стала видеть что от него только хуже начинают жиреть растения болеть становиться какими-то водянистыми нехорошими понятно что избыток азота и понятно что это удобрение больше не актуально вообще хватает только мульчи от этого я и говорю что больше ничем не удобряю хотя если вы посмотрите например к два года назад то я в общем то еще огурцы там подкармливаю поэтому конечно же мнение у людей меняется поэтому ничего страшного оставляйте всех людей со своим мнением пускай они общаются с этим тоже разобрались почему плохо связываться с негативом почему в негативе жить плохо да потому что негативные эмоции они не плавные ник не как волны да как все мы же все здесь волновое такое да все энергии все волновое а вот это злость ненависть это очень низко частотная она трясется как тремор и она ваше телец это разрушает понимаете на физическом то уровне вас разрушает поэтому человек который негативничает как правило он себе насквозь хребет он себе на скребет и в любом случае у него сложится такая ситуация когда он будет сидеть чесать тыковку и понимать что что-то он делает в общем то не так в негативе жить не нужно это плохо особенно сейчас понимаете в условиях вот этого смены вот этой энергии биохимии земли это не какие-то слова мои там тра-та-та и бла-бла-бла это все научные сообщества звонят в колокола во все нам только на наших каналах ничего не рассказывают да у нас только драки у нас только какое-то пьянство передирка какого-то старого белья вот на самом деле что происходит на земле это просто уму непостижимо идет позитивная мутация об этом говорят все научные сообщества око планеты новости науки говорят о том что сменилась биохимия земли сменилась энергия земли кристаллическая решетка сменилась полностью земли которая раньше излучала негатив очень такой тяжелую энергию теперь она излучает очень высокие частоты при которых просто нужно вместе с планетой землей стараться царапаться выгребаться из этого негатива только мыши в поле еще не говорят про квантовый переход да наверное они все говорят но просто мы не слушаем что говорят мыши дорогие мои друзья нужно из себя просто вы выцарапывать негатив и менять его на позитив потому что в высоких частотах которую входит сейчас земля а это все не потому что знаете сказки сказывали кто-то там да а потому что так планеты встают а потому что все разворачивается и начинается новый совершенно этап в жизни земли земля эволюционирует переходит в такие энергии которые называют даже ученые приход бога на землю где в негативе жить будет просто совершенно невозможно возможно вы даже уже наблюдаете от как люди просто как раскалываются да на пополам вроде бы с теми с кем вчера вы легко и свободно общались и просто говорить невозможно понимаете просто совершенно не о чем разговаривать человек которого вы никогда жизни не видели и не знали вдруг кажется для вас для вас просто родной душой светится и тянет вас к нему да это все происходит из-за раскола вот этих энергий люди которые останутся жить в низких частотах в грызне вот в ненависти в зависти вот в это вот в передрягах они окажутся в своем мире низкочастотным все кто сейчас поработает над собой просто сменит все минусы на плюсы и будет находить в себе этих вот как уже как врагов и уничтожать их не то чтобы там борьба какая-то а просто сыграйте в веселую игру меняю мимс на плюс находите в себе а заметили я завидую и говорите просто воздух меняю зависть на красоту невероятную или там меняю злость на здоровье и хорошее настроение меняю там гадость на радость и вот таким вот образом все в своей жизни меняйте на позитив и все будет хорошо тогда получится эволюционировать вместе с планетой живите дружно живите в позитиве а те кто смотрит блогеров вы тоже пожалуйста если вам человек понравился и вы подумали она хорошая или он классный да а потом у вас начинается там до что-то окончание не так поставила словечки какие-то непонятные там сказала значит ударение не туда поставила это не так это вы тоже на перестаньте просто придираться потому что это какие-то ваши уже внутренние начинаются проблемы мы же с вами здесь не на не на значит не на канале по русскому языку да а мы с вами просто на площадке где все люди делятся опытом простые самобытные настоящие теплые люди понимаете и значит если в ярославле пенечки боровочки в рязани грибы с глазами понимаете так это же здорово это же просто замечательно вы смысл понимаете вот и хорошо а то что у вас там начинается вот это знаете это уже какая-то политика какая-то тюремная там следи за базаром и фильтруй каждое слово там да это уже просто становится тоже неприятно это все-таки негативное проявление и если человека заберут на кому-то понравится да блогер заберут на первый канал то это уже будет что-то нечто отредактированное синтетическое про рекламу который от которой уже всех тошнит и все будет это там про деньги поэтому просто принимайте таких как есть блогеров а если видео вам понравилось что поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока